Слово предоставляется у нас следующему докладчику Евгений Наумович-Иминитов. Добрый день. Ну, если говорить про вообще то, что необходимо врачам, если мы говорим про молекулярную генетику меланомы, то здесь, конечно, в первую очередь это ассоциируется не с какими-то кабинетными знаниями, а с практическими тестами, которые позволяют правильно выбрать лечение. Ну, соответственно, у нас сейчас три группы системной терапии, это ингибиторы сигнальных каскадов, то, что связано с пролиферацией клетки, это иммунотерапия, ну и как раз химиотерапия, о которой только что говорили. Ну, на самом-то деле я не очень понимаю, там есть ли ситуации, когда как-то может обсуждаться тактика хирургического лечения, потому что мне представляется там трудно найти какое-то место дополнительным тестам. Ну, так или иначе, вот если говорить про эти три позиции, то для тестостических препаратов, к сожалению, нет ничего. Нет на сегодняшний день надежных способов отобрать пациентов на лечение. А вот если брать первые и вторые позиции, там предмет для разговора есть. В норме, в норме, меланоцит делится только в том случае, если сигнал поступает извне. Этот сигнал поступает в виде фактора роста, леганда, который взаимодействует с рецептором, расположенным на мембране, это рецептор КИТ. Далее сигнал передается на Н раз, потом на белки семейства РАФ, и в результате происходит деление клетки. Вот практически все эти молекулы могут в опухолевых клетках активироваться в результате мутации. В результате клетка приобретает меланоцит, приобретает меланобласт, приобретает необычное свойство. Подобная клетка уже становится злокачественной, делится вне зависимости от того, поступает сигнал к делению или нет. Это то, что называется автономным делением. Что интересно, что в зависимости от типа меланомы разная вероятность обнаружить мутацию. Например, если мы говорим про меланомы кожи, то там мутации в гене КИТ бывают, но при этом крайне редки. Там доминируют мутации в гене БИРАФ. Если мы говорим про меланомы слизистых, то там довольно существенная частота мутаций в гене КИТ. Существенно, что вот это все как раз не кабинетная наука, а это те мутации, которые могут повлечь за собой какие-то действия. Но посмотрите, это наше собственное исследование, я с удовольствием его показываю, потому что редчайшая опухоль – слизистая меланома. У нас в институте примерно в среднем один случай в год. Так или иначе, мы ухитрились с 1955 года набрать 48 случаев слизистой меланомы. Это вторая по размеру, по величине серия слизистых меланом в мире. Что мы показали? Что мы показали, да, действительно, встречаемость мутации в гене КИТ является не случайным событием. Каждая шестая опухоль слизистой содержит мутацию в гене КИТ. Отсюда абсолютно очевидные выводы. Дело в том, что к мутированному КИТ есть ингибитор, причем ингибитор этот доступный. Это имотиниб, изначально это гливек, сейчас уже доступны дженерики. Согласитесь, в общем-то, на наших глазах, те, кто довольно долго работают, гливек из абсолютно недоступного препарата стал, в общем-то, обычным препаратом. Он есть сейчас в стране. И вот посмотрите, это клиническое испытание, где применялся имотиниб для лечения больных с мутированным КИТ. Ну, несомненные эффекты. У нас, я так понимаю, на моей памяти двое таких больных. Одна пациентка, больше я тогда не буду говорить, потому что я припоминаю, что пациентка, которая лечилась каким-то антигельминтным средством, а не имотинибом, у нее был эффект. И я припоминаю пациента из Якутии, у которого как раз эффекта особого не было, несмотря на то, что мутация в гене КИТ была. Ну, так или иначе, я думаю, что здесь Алексей Викторович и его коллеги лучше расскажут, но, по крайней мере, то, что этот тест нужен, и то, что имотиниб при мутациях КИТ зачастую помогает, это факт. Теперь мутации БИРов. Это примерно половина опухолей кожи. На самом-то деле, даже не половина, а немножко больше. Дело в том, что для стран, которые относительно недавно из полной бедности перешли к более или менее сносному существованию, именно там очень популярный отдых на южных курортах. Люди охотно загорают. И вот мутации БИРов наибольшей степени характерны для тех участков кожи, которые обжигаются при неосторожном загорании. В целом, если вы возьмете меланомы, условно скажем, спины, особенно у людей, которые явно злоупотребляют загаром, вероятность найти мутацию процентов 70-80, а вовсе не 50%, как пишут в литературе. Здесь есть два эффективных ингибитора. Мутированного БИРов. Это БИРов. Это Вему-Рафенип и Даброфенип. Ну, препараты, в общем, если сравнивать Кока-Колу и Пепси-Колу, то примерно такое же уровень схожести между Вему-Рафенипом и Даброфенипом. Конечно, у них нет принципиальных отличий. Так или иначе, посмотрите, мне запомнилось регистрационное испытание Вему-Рафенипа. Там контрольная группа тех, кто получали докорбозин. У них частота ответов была 5%. Это стандарт терапии. Ну, а посмотрите, конечно, это чудо, когда берут огромное количество больных, и у подавляющего большинства больных размер опухоли уменьшается. Это заметный прогресс. Особенности распределения БИРов-мутаций. Вот тут как раз тот случай, когда эпидемиология действительно конвертируется в какие-то практические знания. Посмотрите, я показываю диаграмму, где распределение мутаций БИРов по возрастам. Казалось бы, описательная наука, но здесь больше тысячи пациентов – это большое достоверное исследование. Что надо понимать? Если пациент до 40 лет, у него меланома кожи, особенно меланома на тех участках, которые связаны с неосторожным загоранием, скрытые от одежды, и вы получили негативный ответ БИРов-теста, сделайте тест еще раз, пошлите еще раз, сделайте повторную биопсию, пошлите в другую лабораторию. Почему я об этом говорю? Вероятность обнаружить мутацию у молодых пациентов – ну, процентов 85. Порядок таков. Соответственно, я исхожу из того, что если пришел негативный результат БИРов-теста, лучше перестраховаться, лучше повторить. Разумеется, если речь идет о лечении специфическими ингибиторами. Еще одно важное замечание, комментарий. Ну, на самом-то деле, врачи вправе вообще не вдаваться, а что делает лаборатория? Они отправляют препарат на тестирование, получают ответ, есть мутации, нет мутации. А то, что здесь зачастую достаточно сложные процедуры, врач вправе не знать. Дело в том, что все, без исключения лаборатории, которые анонсируют, что выполняют тест на БИРов, выявляют самую частую мутацию – В600Е. Это характерная мутация, это делают все. При этом я убежден, что здесь качество выполнения анализа абсолютно сопоставимо. Не важно, где делается этот тест. Но! Это только 90% мутации. А еще 10% мутации приходится на редкие мутации. И вот тут уже между лабораториями действительно есть различия. Одни лаборатории делают полный тест, который выявляют все мутации. Другие это делать не могут. Там необходимо дополнительное оборудование, дополнительные наборы. Ну, много чего дополнительного. Ну, опять же, если мы берем обычные группы у меланом, то вклад этих мутаций, редких он есть, но он небольшой. Но обратите внимание, что вклад этих мутаций увеличивается с возрастом. И если вы берете пожилых больных, четверть пациентов, четверть случаев меланомы представлено редкими мутациями, которые тоже эти меланомы можно лечить. И вот в данном случае вопрос, а что делает лаборатория? Ну, когда вы же работаете с кем-то регулярно, если северо-запад, то, скорее всего, с нами, ну, вправе вообще понимать хотя бы один раз на старте вообще, а что, в чем суть теста, что тест покрывает и что не покрывает. Это важная информация. Самый важный вопрос, который задают всегда практикующие врачи. Вот скажите, пожалуйста, у нас пациент год назад прооперировался, а сейчас у него распространение процесса. Мы можем тот блок, который в операции отправить на анализ, или нам надо делать биопсию? Или другая ситуация, когда у вас первичные опухоли, и от нее несколько лимфатических узлов. А мы должны один участок посылать на тестирование или несколько. Но на самом-то деле вопросы, в общем-то, которые, если честно, они не имеют абсолютно очевидного ответа. Но посмотрите, это наше собственное исследование. Оно проспективное. Вот в этом сила, что это как раз больные, которые были, лечились в центре, который возглавляет Владимир Михайлович Моисеенко подряд, они тестировались именно с прицелом на гетерогенность меланомы. То есть это изначально, когда подходили к лечению, речь идет про тех больных, которые оперируются, исходили из того, что будет тест на гетерогенность. Это важный комментарий. Вот посмотрите, разные ситуации. Значит, у нас есть меланома, когда первичную опухоль удалили, а потом через какое-то время появились метастазы в лимфоузлах, и их удалили тоже. Меланома с отсроченной лимфоаденоктомией. Эта меланома уже с метастазами в лимфатические узлы одновременно, когда удалили. А вот это большие опухоли, больше, чем 3 см в диаметре, от них сознательно брали разные участки. Когда опухоль 3 см, просто делили пополам, брали 2 участка. Когда больше 5 см, делили, если я правильно помню, на 5 фрагментов. Центр и 4 полюса. И вот посмотрите, значит, вот у нас количество пациентов. 41, 18, 96. А вот это количество образцов. То есть большое количество образцов. Вот у нас цель. Посмотреть, есть ли у нас гетерогенность в отношении мутации БИРАФ и НРАС. Для НРАС мутации препарата условно эффективны мегингибиторы. Но все-таки. Ну, посмотрите, далеко не самые маленькие группы, согласитесь. А случаев с реальной гетерогенностью, они, конечно, есть. В медицине все бывает. Но все-таки случаев гетерогенности мало. Несмотря на то, что, согласитесь, вот здесь, допустим, мы будем ожидать, что что-то произойдет в процессе эволюции опухоли. Таким образом, если мы говорим про меланому, то если брать мутации так называемые фоновые, шумовые, сейчас благодаря полногеномному секвенированию их довольно легко детектируют. Любая опухоль генетически нестабильная. Если вы возьмете просто спектр мутаций без привязки к препарату, то разные участки меланомы, да и любой опухоли, будут содержать немножко разный спектр мутаций. Потому что в опухолях нарушен процесс поддержания стабильности генома, расползается этот клон. Но если мы возьмем так называемые драйверные мутации, те мутации, в отношении которых назначается препарат, там, в общем-то, случаи подтвержденной гетерогенности достаточно редки. Зачастую, когда мы говорим о гетерогенности, это скорее, в первую очередь, ошибка, техническая ошибка лабораторной диагностики. Когда, допустим, брали два образца и в разное время их тестировали, ну, что-то бывает в таких ситуациях не то. Когда нужно ориентироваться на то, что анализа одного опухолевого очага мало? Ну, самое главное, самое главное, не пропустить первично множественный опухолевый процесс. Сейчас, к счастью, больные с онкологическими заболеваниями стали жить дольше, и они успевают доживать до второй опухоли. Диагностика, к счастью, стала лучше. Поэтому, если раньше не подозревали, что у человека есть опухоль почки, то сейчас, благодаря тому, что делается полное обследование, очень многие больные, которые попадают лечиться, у них при случайном, в общем-то, обследовании выявляется вторая опухоль. У ингибиторов БИРАФ есть одно страшное свойство. Они действительно инактивируют мутированный БИРАФ, но при этом активируют нормальную копию гена. Отсюда необычный побочный эффект опухоли кожи у больных, которые проходят подобное лечение. И, как следствие, вот эти препараты могут ингибировать, активировать спящие опухолевые клетки, провоцировать рост бессимптомных опухолей. Поэтому самое главное, самое главное, когда мы, если есть малейшие подозрения на первично множественный характер процесса, две опухоли, а не одна. Ну, в частности, когда подозрительно большой интервал между первичным операцией и рецидивом заболевания. Или какие-то анатомические условия непонятные. Ну, условно скажу, допустим, меланома на нижней конечности, а вовлечен подмышечный лимфоузел. Ну, согласитесь, нетипично. Вот тут, конечно, абсолютно оправданно ориентироваться на повторные биопсии, на анализ нескольких очагов. Если все течет в соответствии с канонами, как и должно быть, я, честно говоря, не сторонник делать многочисленные тесты. Ну, эта картинка наверняка сегодня будет. Здесь Алексей Викторович Новик, главный герой, потому что идея какая? Посмотрите, просто пример. Первичная множественная опухоль. Значит, пациентка, у которой успешно был вылечен рак молочной железы, она получает вемурафениб для лечения меланомы. На фоне приема вемурафениба у нее на месте рубца опухолевый рост. Взяли биопсию. Это молочная железа, это не меланома. Но самое интересное, что когда отменили вемурафениб, произошел регресс этого опухолевого очага. Ну, тут-то все понятно. Опухолевое заболевание былило. И, в общем-то, если на рубце происходит рецидив, то любой клиницист будет ожидать, что это действительно рецидив опухоли молочной железы, как возможный вариант. А вот если бы операции не было, если бы это была спящая опухоль, тогда совсем другое дело. И вот это как раз иллюстрация того, что первично множественные опухоли у таких больных очень внимательно надо отсматривать. Специфика ингибиторов мутированного бираф, те, которые сейчас есть, из всех таргетных препаратов для них самая короткая продолжительность ответа на лечение. Все-таки, если брать привычные таргетные препараты, даже для монотерапии, гефетиниб, кризотиниб, имотиниб, там все-таки длительность ответа медиана времени для прогрессирования 8 месяцев и выше, как минимум 8 месяцев. Здесь этот показатель в полтора раза ниже. Почему? Меланомы на самом-то деле имеют колоссальное количество дополнительных свойств, связанных с геномной нестабильностью, способны приобретать дополнительные мутации. И есть целый ряд вообще механизмов, почему опухолевые клетки приобретают резистентность. Что это может быть? Это может быть изменение самого БИРАФ. Например, происходит амплификация гена увеличения количества копий, или просто начинает появляться другая изоформа БИРАФ, так называемые сплайс-варианты, которая может ускользать от действия терапии. Это активация параллельных сигнальных каскадов. Но на самом-то деле, не даром же ген называется БИРАФ, БИ это буква латинского алфавита. Есть еще ЭИРАФ и СИРАФ. Соответственно, вот этот третий белок, который СИРАФ, он часто активируется в ответ на терапию, запускает коллатеральные сигнальные каскады. ЭНРАС и КЭЙРАС, гены, которые расположены в том же сигнальном каскаде. В них часто возникают мутации в резистентных формах, и таким образом поражение мишени оказывается неэффективным. Ну, графические картинки. Вот посмотрите, у нас что происходит в норме. Клетка делится, меланомная клетка делится, когда есть мутация, когда назначается ингибитор, на первых этапах происходит выключение мутированного БИРАФ. И вот посмотрите, какие огромные возможности для запуска коллатеральных сигнальных каскадов. Будет мутация МЕК, мутация РАС, воздействие дополнительных белков, которые в обход мутированного БИРАС активируют пролиферативный каскад. И так далее, и тому подобное. Что интересно, что в отличие от опухоли легкого, в отличие, которые лечатся и GFR-ингибиторы, и ALK-ингибиторы, там основной механизм это вторая мутация в той же мишени, и для этого создаются специальные препараты. Вот здесь такого механизма вторая мутация, чтобы можно было создать какой-то новый препарат, новое поколение. Ну, как, допустим, сейчас идет осимертинив для лечения рака легкого. Здесь такой возможности нет. Но, так или иначе, все-таки для, с точки зрения терапии, важный, на самом-то деле, комментарий. Посмотрите, практически все, практически все коллатеральные пути, которые запускаются при формировании резистентности, они подразумевают активацию киназы МЕК. А для киназы МЕК есть эффективные ингибиторы. И что существенно, сочетанное назначение ингибиторов мутированного БИРАФ и киназы МЕК не только хорошо переносится, но, как ни странно, при этом отменяются многие побочные эффекты мутированного БИРАФ. В частности, заметно снижается способность образовывать вторые опухоли, самый такой необычный побочный эффект. И посмотрите клинические испытания. Да, действительно, виморофениб в сочетании с ингибитором МЕК, в данном случае это КОБИМЕТИНИБ, но такая же пара есть и для второго препарата, там, ДАБРОФИНИБ и ТРАМЕТИНИБ, соответственно, что существенно, действительно, заметно-заметно улучшаются результаты лечения. Это все приводит к тому, что у нас-то в реальной ситуациях ингибиторов БИРАФ на пациентов не найти, они дорогие. А в развитых странах уже монотерапия ингибитора БИРАФ, она ушла в историю, все эти препараты назначаются только в комбинации, всегда назначаются в комбинациях совместно БИРАФ-ингибитор и МЕК-ингибитор. Это стало фактически единственным стандартом лечения. Я на одном из семинаров спрашивал, бывают ли ли исключения, вот когда вы только ингибитор БИРАФ назначаете, был дан четкий ответ нет, не бывает. Ну, в общем, таковы реалии. Так или иначе, что очень важно, БИРАФ, если я правильно припоминаю, все-таки БИРАФ-мутация это первый мутированный онкоген, для которого разработаны препараты и который мутируется в разных видах опухолей. Подумайте, что было до этого. Херцептин все-таки ассоциируется с раком молочной железы, это не совсем верно на самом-то деле, но это до последнего момента было так. ИГФР-ингибиторы, и РЭСа-торцевая это рак легкого, а ЛК-ингибиторы в первую очередь рак легкого. Там бывают алклимфомы, еще всякие экзотические опухоли, но так или иначе. А вот тут все-таки БИРАФ-мутация, она действительно регулярно детектируется в самых разных опухолях. Речь идет о не только о меланоме, но толстая кишка, легкая, щитовидная железа, яичник, много-много опухолей имеют определенную пропорцию мутированных БИРАФ. И вот что тут интересно, посмотрите, на самом-то деле действие ингибиторов очень заметно зависит от молекулярного контекста. В частности, зависит от того, есть ли в опухоли экспрессия рецептора эпидермального фактора роста. Ну вот, посмотрите, здесь Светлана Анатольевна Проценко, Анна Игоревна Семенова лечили больного, у которого светлоклеточная саркома, редчайшая опухоль. Там бывают мутации в гении БИРАФ. Выявили мутацию, слава богу, у пациента была возможность получать препарат. Посмотрите, полный ответ, причем я не очень помню результаты, но, как мне кажется, он относительно и длительный был этот полный ответ. По крайней мере, клинически значимый эффект. В мире отписан только один случай, еще один светлоклеточной саркомы, там тоже полный ответ. При меланомах полные ответы от монотерапии БИРАФ ингибиторами бывают, но значительно реже. А тут похоже, что органный контекст, клеточный контекст такой, что нет возможности к быстрому поиску коллатеральных каскадов, и эффект, в общем-то, заметный. Противоположность этому опухоли желудочно-кишечного тракта. Но, вообще-то, если мы возьмем частоту мутации в опухоле толстой кишки примерно 5%, то это колоссальное количество больных, которое сопоставимо с количеством больных меланомой, потому что рак толстой кишки очень и очень частое заболевание. Увы, здесь назначение монотерапии ингибиторами БИРАФ абсолютно бессмысленно, потому что запускается резервный сигнальный каскад, запускается рецептор эпидермального фактора роста. Но, что можно попытаться, и в мире есть много клинических испытаний, когда назначают совместно два ингибитора. Это, как в случае с меланомой, ингибиторы БИРАФ и БИМЕК при толстой кишке, это совместные ингибиторы ИГФР, есть же антитела, и ингибиторы БИРАФ. Но, посмотрите, это, опять же, наш собственный пример. Это пациент, у которого рак желчного пузыря. Вообще, БИРАФ. Частота этих мутаций, когда опухоль тела желчного пузыря 2%, если опухоль протоков, там она, в общем-то, стремится к нулю. Посмотрите, это вторая линия терапии, пациент уже прогрессировал на химиотерапии. Там был гемцитабин, оксалиплотин, если я правильно помню. А здесь у нас сочетание веморфениб и панитумумаб, ну и на самом-то деле присутствовал еще и Ирина Текан, которая назначается во второй линии терапии опухоли желчного пузыря. Если верить литературе, то ожидаемая эффективность Ирины Текана 9%. А вот, посмотрите, такое зачитание дает полный ответ и длительность этого ответа, полного ответа более 12 месяцев. В общем, это, конечно, заметный пример. Причем, что интересно, редкие же это опухоли. Мне пришло на электронную почту письмо от американского врача. Он говорил, вы вот в этой статье описали случай сочетанного ответа. Скажите, пожалуйста, а какая длительность этого ответа была? Я написал более 12 месяцев. Все, спасибо, это достаточно, чтобы аргументировать перед страховкой, чтобы выписать эти препараты. То есть, в Америке медицина работает так, что если есть вообще научные публикации, если есть обоснование врача, то любой препарат, вне зависимости от того, какие регистрации пациент может получить через свою страховую компанию. Согласитесь, в общем-то, подобный подход, когда врачи знают, что публикуются, это самое удивительное, да, да, еще и могут обосновать перед страховкой, это здорово, конечно. С ингибиторами пролиферации мы закончили, теперь на самом-то деле другая часть, где намного меньше практических знаний, но они рано или поздно появятся, иммунотерапия опухолей. Ну, во-первых, что надо понимать? Вообще, на тех, кто занимался иммунологией рака, ну, на моей памяти смотрели, как на чудаков, потому что, если вы возьмете реальную эпидемиологию, ну, допустим, частоту рака у пациентов, которые перенесли пересадку органов, там повышается частота рака, но шейка матки, то, что связано с вирусами, различные опухоли соединительной ткани, которые редки в обычной жизни, а вот то, что называется классическими раками, рак молочной железы, рак толстой кишки, рак легкого, ни малейшего, нет тенденции к увеличению. 80-е годы привели к тому, что увеличилось количество людей с иммунодефицитом, появились еще больные со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией, тоже нет никакого увеличения частых видов рака. Вот и возникает и вопрос, а чего же мы ищем? Какие вообще могут быть представления об иммунологии рака, если больные с тяжелейшим иммунодефицитом, никакого увеличения частоты частых опухолей не имеют. Но, на самом-то деле, все стало на свои места в нулевые годы, когда появилось достаточно встроенное представление о том, какую роль играет иммунитет в патогенезе опухолевого роста. Если мы возьмем пациента в целом, человека в целом, онкологического больного, у средненного больного нет никаких системных нарушений иммунитета. Но, опухоль, для того, чтобы иметь возможность расти, увеличиваться в размерах, обязана продуцировать локальные иммуносупрессоры, которые создают переопухолевую иммуносупрессию. Это активный процесс. Опухолевая клетка, она не только делится, она еще и продуцирует локальные иммуносупрессоры. Вот и получается, все встает на свои места. Системных нарушений иммунитета нет. А вот локальная иммуносупрессия, переопухолевая иммуносупрессия, она есть. Механизмы, разумеется, достаточно сложные. Во-первых, опухоли секретируют целый ряд веществ, которые создают локальную иммуносупрессию. Во-вторых, то, что называется микроокружением опухоли, лимфоциты, другие клетки, которые инфильтрируют опухоль, они тоже отличаются от обычных лимфоцитов. Там тоже довольно сложные взаимодействия самых разных молекул. Но так или иначе, что самое важное, появились препараты, которые инактивируют эти молекулы, ассоциированные с локальной иммуносупрессией, восстанавливая нормальный иммунный ответ непосредственно в переопухолевом пространстве, добивается, есть возможность добиться опухолевого регресса. Но на самом-то деле здесь это вещи новые, они малоизучены, и многие эксперименты, они приводят в изумление своей оригинальностью, своей остроумностью. Ну, самый главный вопрос вообще, почему одни люди отвечают на иммунотерапию, вплоть до того, что отмечены полные случаи излечения, случаи полного излечения, а другие не отвечают. Одно есть еще, к сожалению, пациенты, которые и погибают от побочных эффектов иммунотерапии, это тоже категория больных. Ну, на самом-то деле, самое очевидное, что приходит в голову, это то, что вообще-то у людей разный спектр антигенов, в частности, разный спектр системы комплекса HLA, и, по-видимому, тоже это играет какую-то роль, по крайней мере, на уровне презентации, на уровне опухоли. Но посмотрите, какие работы. В данном случае речь идет о мышах. Значит, исходили из того, что если взять разные стада мышей, принадлежащие к одному и тому же штамму, то у них разная скорость роста меланомы. Мыши одинаковые, а скорость роста меланомы разная. Если этих мышей смешать вместе, то скорость роста меланомы выравнивается. Как такое может быть? Экспериментаторы предположили, что, по-видимому, что при бессовместном содержании мышей происходит обмен бактериями, которые находятся в кишечнике, обмен микробиотой. И микробиота, которая находится в кишечнике, она влияет на показатели иммунного ответа организма. Дальше идут очень простые эксперименты. Допустим, если начинать мышей кормить антибиотиками, стерилизовать микробиоту, перестают действовать знаменитые антитела. Микробиота абсолютно необходима для того, чтобы действовала иммунотерапия. Но на самом деле те, кто занимаются микробиотой, они энтузиасты своего дела. Там даже такое есть понятие, как фекальная трансплантация, но чего-то сейчас от этого термина стали отказываться по понятным причинам. И сейчас это называется микробиотный трансфер. А суть-то в общем-то одна и та же. Но на самом-то деле абсолютно неожиданные моменты, связанные с тем, о чем мы никогда не задумываемся. Другая работа. Опять же, я думаю, что про это будут сегодня говорить. На самом-то деле сразу, как появились иммуномодуляторы, стали искать различные детерминанты, как определить, у кого будет работать препарат, у кого не будет. Ну и в частности, хорошо воспроизводимые результаты, чем больше в меланоме или в любой опухоли мутаций, общее число, тем больше антигенов, тем больше иммунный ответ. Другой момент, если опухоль экспрессирует определенные антигены системы HLA, это тоже обеспечивает определенный иммунный ответ. Но, что важно, что на самом-то деле, все-таки все равно опухолевые клетки ухитряются адаптироваться к воздействию, в том числе, иммунотерапии. И, что самое интересное, самое интересное, что при этом есть перекрест между механизмами резистентности к ингибиторам мутированного RAF и иммунотерапии. И вот тут возникает очень серьезный вопрос. Ну, допустим, если мы берем пациентов без мутации, то там кроме иммунотерапии ничего нет, и особенно выбирать-то нечего. А вот если мы говорим про мутированный БИРАФ, ну, на сегодняшний день это, в общем-то, считается абсолютно аргументированная логика, что сначала начинается лечение с ингибиторов БИРАФ и МЕК-каскада, а потом уже подразумевает врач, что остается какая-то козырь в запасе, остается еще возможность для иммунотерапии. На самом-то деле, к сожалению, исследования показывают, что это не совсем так. Те опухоли, которые приобретают резистентность к БИРАФ терапии, у них формируется такой экспрессионный профиль, такой профиль активности генов, который делает их резистентными, в том числе и к воздействию иммунопрепаратов. Самое очевидное, что может быть, это поиск, конечно, маркеров есть мишень, нет мишени. Ну и в частности, PD-L1 одна из самых известных мишеней для иммунотерапии. Ну, абсолютно очевидная логика. Чем больше экспрессируется мишень, тем выражение должен быть ответ от иммунотерапии. Так ли это? Ну, в общем-то, да. Посмотрите, вот у нас разные опухоли и очень сложная, на мой взгляд, система подсчета, потому что, посмотрите, на самом-то деле это означает, что здесь количество вот этих уровней активности PD-L1 6 позиций. 0, когда совсем ничего нет, 6 самое яркое, и есть еще промежуточные, когда от 1 до 5. Соответственно, здесь, конечно, дикая проблема, это вообще воспроизводимость подобных результатов, потому что, когда количество, и анализ, вот здесь не только гетерогенность с лабораторией, но и гетерогенность самой опухоли играет колоссальную роль. Если подобное окрашивание, поверьте мне, вы возьмите другой участок опухоли, он спокойно может оказаться вот таким. Экспрессия, она очень вариабельна, в отличие от мутации. Но так или иначе, посмотрите, результат это, в общем-то, хорошее, потому что, если мы возьмем частоту ответов, вот у нас показатель, вот у нас счет, 0 нет экспрессии, 5 есть экспрессия, а вот у нас частота ответов. Посмотрите, какая четкая закономерность, когда нет экспрессии, есть какие-то, отвечают все равно какие-то пациенты, но их мало. А когда высокая частота, высокая экспрессия мишени, то более половины пациентов отвечают на лечение. Надо помнить, что это не просто ответ, здесь же может быть шанс еще и длительного ответа. Получается, что такие тесты, они потихоньку приходят, и они придут, но я думаю, что даже если с относительно простыми тестами HER2 и рецепторы эстрогена возникают сложности, то здесь сложности будет на порядок больше. Определенный фактор играет еще и то, что очень редко лабораторные специалисты работают точно по регламенту. Всегда какие-то позиции нарушаются из того, что прописано в протоколе, и получается, что помимо объективных трудностей накладываются еще и трудности, связанные с исполнением. Вот эта работа мне лично очень нравится, потому что здесь все просто. Посмотрите, вот эти гены, вот эти гены, они кодируют белки, которые гомологичны антигенному белку яичного желтка. Есть довольно хорошо известное аллергологам понятие аллергия на яичный желток, и там это не просто аллергия на яичный желток, там сам белок, альбумин, он выделен, на который возникает аллергия, аллергологи это знают. А вот это те гены, которые выполняют какие-то функции в регуляции иммунного ответа в том числе, но они кодируют белок, который похож на эти антигены. Что существенно? Оказывается, примерно 15% больных с меланомой, 15-17% имеют мутации в этих генах. И вот, посмотрите, у нас ответы больных, у которых есть мутация в этих генах, и ответы больных, у которых нет мутации в этих генах. Посмотрите, какая большая разница. Мне это импонирует намного больше, почему. Здесь, по крайней мере, лабораторный тест достоверный, потому что вот здесь, когда приходит ответ «нет окрашивания PD-L1», всегда очень сложно сказать, это действительно низкая экспрессия, или это какие-то сложности, связанные с проводкой блока. Это же в разных учреждениях по-разному проводят морфологические препараты. Очень сложно сказать, насколько эта картина достоверная. А здесь все просто. Вот мутация, там невозможно ошибиться. Она либо есть, либо нет. И так как различия колоссальные между теми пациентами, у которых есть мутации, теми, у кого нет, мне кажется, что вот подобные тесты достаточно логичные, интуитивно простые. У них будущее есть. Ну, и, наконец, значит, заключительные три слайда, просто правила. Значит, на сегодняшний день вся молекулярная диагностика делается только, когда есть препараты. Про запас ничего делать не надо. Нет препаратов, никакого смысла нет диагностировать мутацию БИРАФ, но я исхожу из того, что и мутени более или менее доступен, поэтому, наверное, все-таки диагностику в отношении гена КИТ в слизистых меланомах, ну, ее, как бы, так сказать, следует поширять, тем более, это в лучшем случае один больной год. Теперь, значит, если мы говорим об опухолях кожи, особенно те опухоли, которые связаны с ожогами ультрафиолетом, там, конечно, в первую очередь надо делать БИРАФ, КИТ можно делать, там 2% мутаций, но надо понимать, что КИТ, тест на мутацию в онкогене КИТ, он значительно сложнее и значительно дороже, чем тест на мутацию в гене БИРАФ. Поэтому, здесь ограничение финансовое, ну, и, конечно, вероятность обнаружить. Если вы берете меланому и ищете мутацию БИРАФ, вероятность найти процентов 70, как показывает наша статистика, если делать полный мутационный тест, найти на меланоме кожу мутацию гена КИТ, вероятность примерно 2%, но если меланома акральная, то есть расположена на ладошках, на подошвах, на переходном эпителии, то тут вероятность найти мутацию вырастает до 15%, поэтому постарайтесь запомнить, что если мы говорим о меланоме ладони, о меланоме стоп, то вот там как раз тест на мутацию в гене КИТ оправдан, все-таки именно скорее после теста на мутацию БИРАФ. НРАС. На самом-то деле есть клинические испытания, если говорить про сами диаграммы на клинических испытаниях, то относительно успешно для пациентов с мутацией в гене НРАС, а это 15% больных с меланомой, показана пограничная эффективность ингибиторов КИНАЗ и МЕК. Это, соответственно, ТРАМИТИНИБ и КОБИМИТИНИБ. Но регистрации для данных препаратов, для данного показания нет. Почему нет? Потому что эффект пограничный. Фирмы не стали регистрировать препарат, исходя из того, что страховка это откажет. Ну, с учетом того, что разные ситуации бывают все-таки в голове держать такую возможность, наверное, все-таки надо. Проблема внутриопухолевой гетерогенности преувеличена. Я думаю, что подробно мы на этом остановились, что в целом, в среднем, я считаю, что достаточно один образец от одного больного исследовать, но когда есть какие-то нюансы, то они появляются. Ну, и плюс, конечно, современной диагностики, что она вообще вся работает дистанционно. Например, в Польше вообще две морфологических лаборатории обслуживают всю страну. То есть, нет такого, что каждый госпиталь будет иметь своих морфологов. Вся диагностика, кроме срочной, она делается в специальных референсных центрах, где только этим и занимаются. Соответственно, вот в отношении молекулярной диагностики на сегодняшний день, в отношении Бираф поддерживается, что эту диагностику лучше все-таки делать в референсных лабораториях, которые много делают подобных анализов. Тут никаких проблем. Когда организуете отправку, самое главное, пожалейте нас, отправьте одновременно и блок, стекло к нему. Для чего это нужно? Чтобы мы уже имели все необходимое, чтобы сделать диссекцию опухолевых клеток. Мы же мутации ищем в опухолевых клетках, а не нормальных. Если вы стекла не приложили, значит, надо будет потратить время, сделать стекло, покрасить его гемотоксилином и азином, посмотреть, где опухолевые клетки. Это лишние действия и лишнее время. Если вы отправили только стекло, мы можем теоретически попробовать сделать тест, но при этом стекло мы испортим без всякой гарантии. Поэтому одного из стекла и одного блока это мало, за исключением особых ситуаций. Всегда лучше пара. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. Уважаемые коллеги, какие вопросы к Евгению Наумовичу? Слушаем вас. Уникальная возможность спросить Евгению Наумовичу, задать вопросы. Неужели нет? Так, у меня тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, а куда вы отправляете, в какую лабораторию отправляете свои блоки? 62-ю больницу. Вы откуда, Лариса? Из двери. Вам легче, да? Так, еще куда? В ней Петрова. Еще кто-то куда-то отправляет или нет? Тоже Петрова, да? Из Пскова тоже. Так, скажите, пожалуйста, тогда вопрос такой. Какие-то у вас организационные проблемы были или какие-то пожелания, может быть? Все хорошо, Евгений Наумовичу говорят. Спасибо. Евгений Наумович, у меня вопрос. В последнее время обсуждается возможность восстановления чувствительности к брафтингибиторам после развития резистентности на фоне терапии. Что вы можете прокомментировать по этому поводу? Ну, там идея вот какая. Дело в том, что на самом-то деле вот все эти клиентки резистентны к лечению, когда лечению удается прекратить и какое-то время продержать больного без таргетной терапии, на какой-то другой терапии, то все эти клетки с дополнительными мутациями, они в условиях обычной опухоли, они менее приспособлены, чем исходные опухолевые клетки. Вот и получается. Это то, что называется по-английски речеллендж, когда назначается таргетная терапия, к ней возникает резистентность. Если потом пациенту удается продержать несколько месяцев на какой-то другой терапии, химиотерапии в частности, то зачастую восстанавливается тот клон, который чувствительна терапии. Поэтому, условно скажем, если мы говорим ингибитор Бераф, потом докорбазин с каким-то эффектом, а потом снова ингибитор Бераф, большой, приличный шанс получить ответ. Правда, этот ответ будет меньше и короче, чем исходное действие препарата. Ну, тут, как и все в клинической медицине, конечно, ориентироваться-то в первую очередь надо, насколько выраженный был эффект от первой линии. Никаких повторных тестов не нужно делать, когда ставится вопрос о Rechallenge. Субтитры Estado Продолжение следует...